Здарова, друзья! Сегодня на обзоре у меня криптовалюта Тун от проекта The Open Network. Про сам проект вы наверняка знаете, да и я уже когда-то рассказывал о нем на своем канале. Поэтому в данном видео мы лишь кратко пройдемся по основной инфе проекта The Open Network и более детально разберем свежие новости и обновления, а также проанализируем монеты Тун с точки зрения инвестиционной привлекательности. Так что присаживайтесь поудобнее и погнали! Изначально разработкой блокчейна Тун занимался аж сам Павел Дуров и команда Telegram. Но после давления комиссии по ценным бумагам в 2019 году разработка была приостановлена, а сам проект был передан в руки сообщества. Сейчас официально его разрабатывает независимая команда. Однако связи с Telegram у Тун все-таки есть, и это является большим плюсом данного проекта. Ведь аудитория Telegram уже подбирается к миллиарду пользователей. И часть этой аудитории конвертируется в инвесторов и холдеров Тун через различные коллаборации двух проектов. В Telegram есть официальный бот-валет, запущенный командой Тун, который позволяет покупать и отправлять крипту. Недавно был запущен NFT Marketplace фрагмент для продажи Telegram никнеймов за Тун. Запуск этой площадки активно освещал сам Павел Дуров, а команда Telegram выставила на Marketplace ряд эксклюзивных, ранее недоступных юзернеймов. На фрагмент совершаются сделки на сотни тысяч долларов, что очень положительно влияет на цену монеты Тун. Тем более, что Marketplace не стоит на месте. После запуска к нему прикрутили еще и возможность покупать анонимные NFT номера. Это своего рода виртуальная сим-карта несуществующей страны, с помощью которой можно создать полностью анонимный аккаунт в Telegram. Продаются эти номера также за монеты Тун. Причем начальный хминтинг уже прекращен. И сейчас купить номер можно лишь на вторичном рынке, цены на которые растут день ото дня. Изначально номер можно было сминтить всего лишь за 9 тонн. Однако сейчас флор-прайс на эти номера превышает уже 200 тонн. Помимо интеграции с Telegram, команда The Open Network развивает и множество других направлений. Уже сейчас ими запущены системы Тун ДНС, платежная система Тун Пейментс, пер-тупер-хранилища Тун Сторэдж, а также Тун Прокси и Тун Сайтс. Активно развивается и экосистема приложений на блокчейне Тун, в которую команда вливает миллионы долларов через систему грантов и проведение регулярных акатонов. В рамках Тун уже есть полноценный лаунчпад, кредитный протокол, множество DeFi-сервисов, игр и NFT-коллекций. Одновременно с этим растет и охват у самих монет Тун. Они уже торгуются на всех крупных криптобиржах, кроме Binance. Купить и продать Тун можно на Gate, Huobi, Mixed, Bybit, OKX, KuCoin и десятках других платформ, включая и обернутые версии Тун на различных DEX. Причем при листинге на очередной крупной бирже цена Тун поднималась на несколько десятков процентов, что позволяло получить неплохой профит. И разумеется, когда Тун залистит на Binance, цена монет может вырасти сразу в несколько раз. Тем более предпосылки для листинга есть, потому что совсем недавно поддержку Тун добавили в кошелек Trust Wallet, принадлежащий Binance. В минусы же Тун раньше записывали слабую токиномику проекта и сильную концентрацию монет в руках китов. Однако сейчас эта проблема была частично решена. Дело в том, что несколько больше миллиарда монет Тун хранилась на нескольких кошельках ранних майнеров, которые на протяжении нескольких лет не проявляли активности. Выливание такого количества монет на рынок могло бы вызвать мощный дамп. И чтобы это предотвратить, команда The Open Network провела голосование за блокировку этих неактивных кошельков. Сообщество одобрило идею, и 20 с лишним процентов эмиссии Тун теперь заблокировано до 27-го года, что по идее должно будет придать стабильности цене монет. Сейчас же Тун держится довольно хорошо. Периодически цена даже умудряется расти против рынка. Сильных дампов у цены нет, и в целом динамика роста мне кажется положительной. Но с другой стороны, цена Тун еще не полностью отросла после коррекции, вызванной глобальной медвежкой. Так что сейчас Тун торгуется примерно в два раза дешевле своего all-time high, что также дает надежды на рост как минимум в несколько иксов во время следующего бычьего рынка. Ведь проект не загнулся и крайне активно развивается, привлекая новых пользователей, а значит должен закономерно обновить свой all-time high во время следующего буллрана. Но это, разумеется, лишь мое мнение. Вас я к инвестициям не призываю, ведь это всегда большой риск. Поэтому вам нужно обязательно проводить собственные исследования. Подписывайтесь на канал, ставьте лукаса на это видео. Покедова!